слушайте зашла сейчас я в центре зашла сейчас в апрель хотела там одни духи понёхать не успела зайти продаж у меня собой какие очки какая ты такая и давай хвостом ходить за мной я не могу я не знаю какой уровень терпения и толерантности толерантности и супер не социофобии надо иметь чтобы вот выносить каждый раз вот это вот все виды пройти вокруг тебя я не хочу корресток я захожу магазин с кем-то интенсивно общаться не хочу я захочу с кем-то пообщаться я спрошу продавца что мне когда они просто вот я ушла ничего не понюхала ничего не купила ничего не это не надо мне это вот это излишнее внимание поздоровался все не надо вокруг меня скакать идет мне комплименты для того чтобы потом ходить за мной еще я никогда не понимала их подход клиентам у меня вот чемпион на мне сейчас кофточка и вот такая красная вот думаю надо красную но вы знаете что я вижу что у нее здесь тоже пройма широкая и на куртку она не налезет я наконец-то добралась до этого магазина который я искала помните на днях мне вот посоветовали бардак организовывать которые на столе из нужных вещей вот такую штуку но знаете что я боюсь что пока у нее веревочка вот тут не оборвется я буду туда что-то складывать из-за того что она еще не на глазах она все пропадет там и я даже не буду пользоваться я буду покупать новое кто смотрит мой канал тот знает что я очень люблю этот маленький гамбургер все все идем где моя бумажка то черт нажать еще не было расписаться это не моя подпись если кто-то думает что он сейчас скопирует и будет подписывать что-то мной нет это просто каля-баля кстати дамы и господа не то что не было детского термобелья даже женского не было даже женского колумбия или женат не было ничего то какая-то мне неизвестная красавица юбка она у меня из кастра я ее нашла когда-то балк леди очень дешево это просто было вам при этом я не видела ее магазине когда это был сезон я не поела если гамбургер забрала с собой и вот сейчас я просто опять думаю вдруг вдруг свезет везет так свезет это была шутка если кто-то хочет поправить это было наряд дня грязное серое зеркало но это не у меня дома это кастра поэтому фонтан продолжают тестировать никак у него не зажигается пламя внутри вот там должно быть пламя а это да две башенки от визингов центра здесь музыка конечно дико я тут зашла смотрите это скотченцода это я в стори зашла я у них планировала это раскатченцода такая красивая но тоже проблема она слишком широкая ее надо носить как верхнюю одежду но верхнюю блин у меня есть но у юбки май диафренд от слова но вообще но не в топ-шоп не в стори их просто нет есть платья есть штаны спортивные любые юбок нет я не знаю что это не вымерли не знаю я где еще искать вам сказал что есть вкус я сомневаюсь что вкус из того фасона что мне надо потому что глобально всех фасоны мне не нравится короче говоря гамбургер отдыхает пакете я пришла а у нас есть свой любимый кроссан на улице дизингов напротив меня номер 105 здесь просто круглосуточное кафе поэтому я поэтому здесь я часто тусуюсь что часто не закрываются кафе то в пятницу еще не открылись вот это то 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 все а вот это круглосуточное кафе я тут добрела до шуфы смотрите какие красавцы не знаю что это за марта классно какая пяточка вообще меня интересует вот этим я не уверена что мне их надо они такие али на каблуке видите не знаю зеленые у меня есть черных тоже полно в общем я думаю они сейчас стоит 900 с чем-то 960 20 процентов на них еще вот эти есть от джебри кэмпбелл я как-то больше не люблю потому что они делают китай и карты эти 670 а эти 661 тоже со скидкой но не знаете раньше я выбирала одежду чтобы она была необычной и была для меня как бы у челлендж да как у него сочетают как ее надеть чтобы она меня вдохновляла и какие-то новые приносила краски в мой гардероб а сейчас я стала выбирать одежду с точки зрения маша чтобы она наоборот как можно меньше меня вызывала вот этого челленджа чтобы я могла как можно больше не в плане капсульного гардероба чтобы все там совсем нет чтобы я как можно чаще носила те же самые вещи совершенно в разных вариантах вот совершенно потому что по сути капсульный гардероб я вижу как гардероб одного стиля а я вот сейчас еще что-то такое что мне позволит другое испытание носить одни и те же вещи но совершенно в другом стиле чтобы просто как можно чаще то что у меня есть потому что не знаю надоело что залеживается много одежды или не носишь зря потрачено даже не то что деньги а время на ее покупку про это все нужно куда-то разложить чтобы это носить не то просто под надоело перейдемте в шуфру outlet каждый раз у меня здесь возникает вопрос какой здесь номер дома вот он 124 дизингов 124 вот эти крутые я помню уже очень много лет это джебри кэмпел они здесь давным-давно стоят и так никто и не решился вязать красавцы ответ еще две пары сонок тоже 800 и чуть-чуть на каблуке кеды тоже прикольные это другой есть такое освещение ужасно вот такие у меня есть они остались 39 размера здесь в аутлете и такие же 39 бордовые у меня ровно 38 и у меня 38 не если у вас 39 бегите 600 шекелей смотрите что я нашла прикольные их не развязала и сняла какие-то не очень широкие это наверное такие же вот эти жалко очень красивые вот эти мне больше не с чем дамы и господа так и хожу с баночками с коробочками и все юбок нет обуви практически тоже нет чувствую еще чуть-чуть и все нечего будет ничего будет носить несправедливость я тут пока шу примерила сформулировала свою тему насчет обуви и одежды что теперь я хочу носить одежду которую мне захочется носить ту же самую очень часто обычно мне это надоедает и мне это не прикольно и как бы а теперь я хочу что такое что мне реально захочется на сейчас то что станет моим любимым я буду это как-то комбинировать между собой и вот что-то такое вот на таком витке развития я сейчас нахожусь а у вас как пишите мне интересно будет почитать как у вас тут с гардеробом есть какие-то любимые вещи или вы стремитесь часто менять или наоборот тоже хотите создать какой-то гардероб из любимых вещей очень интересно это у меня только так или вообще какая такая всемировая тенденция разумного потребления пошла youtube кстати наверняка тоже в этом очень сильно поучаствовал сначала в развитии этого рынка потребления а потом в его угасание и умирание что касается и косметики одежды и всего остального что вы думаете какая темнота по этому поводу думала нарушу но нет загорелся зеленый свет потому что реально на машине людей нет некому меня даже поймать я недовольна знаете чем я недовольна я так хотела сегодня что-то купить я не могу еще больше лицо скривить то что есть я не могу да раскрывить лицо так чтобы она передала масштаб моего недовольства сегодняшним днем ну ничего я очень старалась но честно вот даже зашла в шуфу и даже не ваут летло 20 процентов не а вы меня извините это не серьезно но вот 30 плюс 7 еще ничего и даже 30 без 7 это как-то уже получи хочу что там 20 но там опять же 20 и потом на оставшуюся сумму 7 это не серьезно вот из принципа была бы я баса я можно было бы не то что мне это эти 100 шекелей изменит погоду это такое дело охоты да ну нет лишь бы купить это это неинтересно и как вы понимаете носить есть что не голые не босые вот поэтому ну никак и даже в аутлете вроде одни подошли вторые но те же мне понравились не подошли меньше размера не было никак короче и наверняка не были сделаны в китае что-то не климатит последних времен с покупками надо в коз сходить посмотреть там юбки потому что вот юбку еще одну надо и желательно чтобы она сейчас цветами да моя серая чтобы она была не серая и не черная ладно и не красных последний шанс гана ир crazy line давайте глянем вдруг там есть на меня юбка вот такую куртку моя мама купила на мой взгляд очень классная здесь есть такая еще красная есть вот это потертая черная она похожа на то что у меня было в прошлом году я покупала у них потертая серая красота и кану сейчас стоит дайте глянем 700 шекелей ну вот такая светлая есть у меня вот между этой этой но туда 42 меня сороковой размер вот у меня потемнее прошлом году они как раз них цвет был между коллекции гальдекель конечно сюда классно но нет там то что мне надо все все не то вот это платье классно спортивная жакетик смотрите какая теплая ту ручка и вот эта штука тоже классно кто хочет прикрыть район попы самый то такой жакете длинный это все гальдекель почему нет это нет нету нигде юбок слушайте зашла сейчас в этот магазин я много слышала что его хвалят но извините это просто полный трэш это просто кошмар такие цены за такое уродливое барахло я не замуж я что-то не прониклась извините если вы любите я вот так вот нагло вас оскорбила но чё-то я прямо в шоке ушла я тут футблокер зашла просите что это это найки по-моему да я вот такой все думаю себе мили сейчас купила такой костюм и думаю себе там вон красивые штанишки спортивные найки и кофточка когда мне нравится но но спорт там кто-то жалуется опять на то что у нас воздух в лапу лично демонстрации но за спортивной одежды очень это опасно если ты не хочешь все время ходить спортивной одежды не позволяйте засели в своем гардеробе только позволь чтобы туда было больше там нескольких пар и все попреты каждый может одевать другие 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 спортивные штаны их можно классно стилизовать и все но я хочу носить еще и юбки и сапожки и все остальное что мне поэтому я на диете спортивных штанов потому что их обожаю зимой в них очень тепло и хорошо стилизовать но у меня еще есть другой я хотелось и другой поэтому бордовые остаются там и на ней даже не было скидки это тем более нет причины правильно поэтому мне хватит у меня парк 10 мне хватит но очень хочется те бордовые прям у меня с ними будет скидочка потому что я куплю тогда это будет причина пусть эти свой гардероб а так ни к чему и так это очень частые гости моей повседневной одежды я думаю вы кто в инстаграме смотрит вы заметили кстати заходите ко мне в инстаграм ксения в инстаграм все я обвинулась в сторону работы гимназию всем большое спасибо за внимание не забывайте поставить лайк заглянуть в инстаграм как я говорила и там что-то колокольчик нажать ну сделайте то что говорят обычно в конце видео все блогеры всем пока пока пока